Луки 8 глава И вот пришел человек именем Иаи, который был начальником синагоги, пал к ногам Ишуа, просил его войти к нему домой, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, интересно, 12 лет дочери Иаира, и здесь женщина страдала 12 лет. Может, какая-то есть связь какая-то, но в любом случае дальше идем. Иаира, которая, издержав на врачей все имение одним, не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и в тот час течение крови у нее остановилось. И сказал Ишуа, кто прикоснулся ко мне, когда же все отрицались? Петр сказал, и бывший с ним наставник, народ так ужил тебя и теснит, а ты спрашиваешь, кто прикоснулся ко мне? Но Ишуа сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо чувствовал силу, исшедшего из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, и стрепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему и перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, как тот час исцелилась. Он сказал ей, дерзай, че, вера твоя посла тебя, иди с миром. Некая мистерия, тайна, тайна прикосновения. Вы когда-нибудь помните, вы помните свои прикосновения? Каковы они? Тайна прикосновения. Я не говорю только о божественном прикосновении, я не говорю о переживании с Богом, я говорю о естественных человеческих земных прикосновениях. Каковы они были, эти первые прикосновения, которые меняли вашу жизнь или которые остались на всю вашу жизнь? Знаете, я помню, как подростка, даже еще раньше, чем подростка, будем говорить так, в школе, я не знаю, как у вас, но у нас были всякие кружки, кружки поделок всяких, какие-то, не знаю, умелые руки, вышивание, всего такое. И у нас был еще класс, музыкальные классы, театральные классы, помните, да? И я не знаю, почему, и кто меня затащил на бальные танцы. Вот честно, я вот лет 12 было, летом 11, я не помню, кто меня затащил на бальные танцы, чего вообще туда поперся. Но я помню точно, что мне нравилась там одна девочка, поэтому я пошел туда. Через время мы пошли на городские соревнования, и я с треском провалился на этом соревновании, понял, что я не танцор. И до сегодняшнего дня это все детское воспоминание о танцах сразу влияло на меня. Я понял, что здесь как бы не танцор я вот так вот на этих соревнованиях. Но в конце соревнований просто уже как бы выбыл там, как бы все надо ждать всех, пока все придут. Я вот сел возле этой девочки, которая мне нравилась. Я даже не помню, как ее зовут даже, честно, не помню. И вот знаете, как и бывает у пацанов, которые подростки так. Ой, я потянулся. Раз, как бы руку сзади поставить. Вижу, что реакция нормальная. Захотелось как бы прикоснуться к руке. Раз, руку так, раз. Как будто случайно возле ее руки приземлился. И наши пальцы как бы вот так прикоснулись. И в ответ я получил по руке. Я не помню, что мы встречались после этого или нет, но я точно помню, что я получил по руке. Так ее прикосновения я запомнил навсегда. Я не знаю, какие у вас прикосновения были в 12 лет или другие, но я знаю точно, что я еще испытывал много разных прикосновений. Например, когда я прикасался к оголенному проводу электрического. Ощущение незабываемое, правда? Кто прикасался к электрическому проводу? Ты понимаешь, что ты прикоснулся к чему-то, откуда приходит ответ. Я помню, как я прикоснулся к запчастям моего мотоцикла. Я понимаю, что это все, это то, что мне нравится. И это прикосновение остается на всю оставшуюся жизнь. Что-то переживаемое нами, оно изменяет нас. Прикосновения. И что связано с этим прикосновением, меняет нашу жизнь. Особые чувства. Целеустремленно мы делаем вещи, которые иногда противоречат логике и которые противоречат обстоятельствам нашей жизни. Ишуа делает замечания своим апостолам, людям вокруг и говорит, кто прикоснулся ко мне? И реакция, конечно, очень проста. Рэбе, учитель, наставник, посмотри, толпа, она просто жмет тебя со всех сторон. Вот если вы были когда-нибудь в Капернауме, потому что это все происходило в Капернауме, и понятно, что там узкие улицы. И толпа просто теснила его. Если там перевести греческий перевод, именно полный перевод, там не просто теснило, а давило на него с потенциалом смертной казни, что ты туда не выйдешь. Вот именно такое давление было. Но его теснили. Это чувство, которое мы ищем, прикосновение нашей жизни, вот по плоти даже, да? Оно производит нечто мистическое, тайное, что меняет нашу жизнь. Как на ваше мнение, эта бедолага, эта женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, была ли у нее проблема со здоровьем? А была ли у нее проблема сообщества, в которой она жила? Вот представьте себе, 12 лет она страдала кровотечением, и эта проблема большая. Знаете почему? Потому что я нахожу что-то в Ветхом Завете или в Танахе относительно ее проблемы. Левитам, 15 глава, 25 стих. Подолжение очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет, во все времена истечения своего, будет нечиста, подобно как постель продолжения очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечиста во время очищения ее. И всякая, кто прикоснется к ним, будет нечиста и должна, и должен быть омыт одежды свои и омыться водой, нечиста будет до вечера. Друзья, я хочу, чтобы вы увидели эту проблему, с которой она встретилась. Мы ищем очень часто внутри себя тот ответ Божий, когда придет это исцеление. Когда в моей жизни все изменится. И представьте, что эта женщина в какой-то момент в своей жизни, неизвестно в какое время, может после родов, а может быть уже взрослой она была. Я не знаю, не написано, сколько ей было лет. Но в один момент в своей жизни она проходит очищение, и это очищение ее, обыкновенное очищение, оно не останавливается. И вдруг в этот момент она понимает, что она связана с законом о нечистоте. И с день в день, от недели в неделю она, тратя свои деньги, ждала свое исцеление. Проходит эта неделя, проходит месяц, проходит полгода, проходит год, она не получает своего исцеления, тратя на него огромнейшие деньги. Проходит уже 10 лет, и нет этого исцеления у женщины, которая знает закон Бога, знает все правила дорожного движения относительно Танаха, что нужно делать. А вы и мы, я, сколько мы готовы ждать свое исцеление? Сколько мы хотим и желаем получить свое исцеление? Вы скажете, Ребе, здесь немножко другая история. Это был Ветхий Завет, она чем-то как бы там, проблемы какие-то случились. Но тут был Иисус, Ишуа, к Нему притокнулась, и все, и получила свое исцеление. Как сколько раз мы просим Бога получить исцеление? Как Павел говорит, Рабшил говорит, тебя трижды умолял Господа. Трижды. Он говорит, да, довольны тебе моей благодати. Это ежедневное переживание боли и слабости. Потому что я специально посмотрел в интернет и посмотрел, какие причины. Причины много, там причин может быть. Но один из симптомов – постоянная слабость. Недомогание, боли в животе, в спине, в ногах. Это женщинам очень сложно переживать этот путь. Путь страдания. В течение 12 лет – непостоянная проблема. Присутствие ярко выраженной боли внизу живота. И она все равно искала Бога. Депрессует ли она? Наверное. Как многие из нас, кто не получал исцеление. А мы хотели. Кто не получил то, что мы просили у Бога в течение многих лет. Мы депрессуем, когда нет ответа от Бога. Что же делать? Что же делать? Что нам делать в данный момент? Когда ты потратил годы в надежде и не получил своего исцеления. Испытал разные медикаментные свойства. Может быть, ты посетил ни одну конференцию, ни одно служение помазания исцелением. И ты не получил его. Что делать, когда ты перепробовал все? Я могу сказать одно. Продолжай верить, как верила она. Продолжай верить и стремиться. Вы должны понять, что эта женщина должна была делать. Если по закону левитов она нечиста, и все, что прикоснется, одежда ее, постель, и даже если кто-то прикоснулся к этому, он должен быть нечистым. Он должен омыться. У меня вопрос такой. Как она должна дать знать о том, что она нечиста? Я понимаю, прокаженный, там написано, что он должен кричать, нечист. Нечист. Но в данный момент ее задача была обиссоведомить людей, что у нее проходит проблема. У нее есть проблема, которая не закачивается, что она нечиста. Как вы думаете, она могла посещать синагогу 12 лет? А если бы вам сказали, что вы не можете посещать собрание по причине вашей нечистоты, что за вас даже не могут помолиться, положить на тебя руки? Была бы ли вы присуха? Ага. Но эта женщина не сдавалась. Услышите, может быть, это картина какая-то странная, мы ее читаем очень быстро, но не входим в суть решения. Она имела план. Лука пописывает в 44 стихе, это 8 глава, «Подойдя сзади, коснулась края одежды, и вот тот час течения крови ее остановилась». Почему она пришла со спины? Почему нельзя было просто, как все остальные, прийти, пасть перед ним, перед его лицом, и кричать, «Дай мне мое исцеление!» Почему именно со спины? Кто-нибудь задавался вопрос, почему со спины? Никто. Но я думаю, что у нее был план. План, который был основан на Священном Писании. На Священном Писании была очень простая вещь. Это знал каждый еврей, потому что там Малахи описывает в последней главе, последнее порочиство, которое осталось в Танахе, о том, что для вас, Боговещий, перед именем Моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Услышьте, что она слышала всегда с детства, что придет Мессия, и если у тебя есть какая-нибудь проблема, он исцелит. Здесь идет такое подчеркивается, исцеление в лучах его взойдет солнце правды. В еврейском переводе – в крыльях его, то есть исцеление в крыльях его. А если четкий перевод – исцеление в его кистях, цицит. И вы можете представить, что у нее произошел этот план. 12 лет она тратила свои финансы, надеясь на Бога, и что он исцелит ее через врачей. Если нельзя было прийти в синагогу, если нельзя было прийти в храм, если нельзя было принести жертвы, то ее единственный выход был – это врачи. И она пришла уже последнему состоянию, где нужно будет идти к Богу. Подойдя со спины, она прикоснулась к краю одежды, прикоснулась к цицит, и сразу же получила исцеление. Что такое цицит? И объяви сынам Израилем, скажи им, чтобы они сделали себе кисти на краях одежды своих, и в роды их, и в кисти, которые на краях вставят нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего, очей ваших, которые влекут вас к благодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои, и были святы перед Богом вашим. Ишуа был практикующим иудеем. Не в черном святуке и бобровой шапке, но он был практикующим иудеем того времени, и он исполнял заповеди, которые написаны в Танахе, и я верю, что он не нарушил ни одной заповеди, включая и эту, которая написана, что «О, они, дети ваши, сыновья ваши, должны носить цицит, кисти». И более того, в Таразаконе 23 глава 23 говорит «Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься». Оттого у нас есть и наш талес. Вы видите хупа на концах этой хупы. Я сейчас, можете показать. Я вижу, что никто не следует за мной, за экраном. Я специально покажу для тех, кто нас смотрит по интернету. На кисточке, здесь на краях этой хупы, есть кисти. Эти кисти тоже как бы части напоминания. Почему? Чтобы каждый из вас помнил, помнил о Божьих делах, напоминания о Слове Божьем и для благословения. В еврейской культуре она состоит из многих молитв. И вы знаете, ни одна молитва, мы говорим благословение, да, вот мы начинаем молитву благословения, утром встает, еврей, он говорит молитву благословения. Днем, вечером, в туалет, помыл руки за пищей, за детей, за путешествия, за ситуации в жизни. Летит он и приходит домой. Есть всегда молитва. Первое, это то, чтобы помнить закон Божий, торус его, да, и второе, начинается Барухата Донай. Барухата. Благословен ты. Ты Бог. И благословение Бога является частью жизни для того, чтобы не отходило наш разум от слова Божьего, чтобы не увлекались этим миром. Когда твоя жизнь в постоянном ритме событий, ты должен иметь себе напоминание, которое прилетено словом Божьим и молитвой. Цицит, напоминание о том, что слово Божье и молитва являются твоим источником, откуда ты можешь получить свое исцеление сегодня. Как часто мы прибегаем к Богу в молитве за наше исцеление? Или же мы все-таки ищем этих помазанников, как они называются, или мы ищем каких-то особенных собраний, где должны происходить и чудеса, и знамения? Или же Писание говорит о том, что мы должны иметь в себе напоминание о слове его и его силе? Если я только прикоснусь, она говорит, к краю одежды его, то этот Мессия, если он Мессия, то на концах его одежды к этим цицитам должно быть исцеление. Твое исцеление находится в переплетении нить слова Божьего и благословения Бога. Мы благословляем Его. И знаете, мы ожидаем прикосновения Бога. Но чаще всего Писание говорит о том, чтобы мы прикоснулись к Нему. Матфея 23, 3 говорит, «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, говоря о фарисеях, и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые, неудомоносимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двигать их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают, воскрыли одежь своих, здесь имеется в виду цицит, эти вот части, удлиняют их, чтобы видели, что они религиозные, знающие Тору, еще какие-то события Божьи, чтобы они сильно в хорошем отношении с Богом, также любят приветствие и так далее. Но хочу сказать одно, даже фарисеи знали, понимали важность края одежды, цицит, они знали важность этого завета. Ишуа понимал, что заповедь отца, она также важна, чтобы это было напоминанием, что он и отец одно, что прикоснуться нужно будет к слову и поклонению. как эта женщина, которая прикоснулась к силе. Заметили ли вы, что она еще даже не спросила, хочет ли бы она быть исцелена? Более того, он не знал, что кто-то придет и прикоснется к нему. Задавались такой вопрос? Он не спросил, хочешь быть исцеленным? Он спрашивал чуть раньше. И он даже не знал, что кто-то намеревается получить исцеление. Хотя написано, что он знал из сердца людей. Она пришла, имела план не сдаваться. как себе представить на что-то похожее? Помните, я говорил детская шутка? Попробовать насколько этот провод проводит электрический ток? Кто из вас хочет первым? Мы не хотим. Услышите, мы понимаем, мы не хотим, мы не хотим прикасаться к проводу, потому что мы понимаем, что в нем откуда-то проходит сила. А если бы вы знали, что прикасаясь к этому проводу, вы получите исцеление, кто бы из вас рискнул? Вот, посмотри, это четыре человека. Я буду сказать, это те, кто очень-очень уже нуждается. от других потерплю. Не сейчас. Это дочь Авраама и шла сзади, тискаясь между людьми, делая их нечистыми. С одной целью прикоснуться к цицит, не к нему, а к цицит, потому что она знала, что оттуда происходит сила для исцеления. Если бы вы знали, что Иисус сегодня хочет вас исцелить, чтобы сила пришла через вашу жизнь, мы сделаем ли все, чтобы получить это исцеление. Власть и сила сошли через эти символы Божьего народа, потому что сам Бог говорит, пускай эти цицит будут на вас напоминанием, напоминанием. Ишуа говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Это власть не только управлять, власть сила, то есть так как власть переводится, но сила дайна сила изменения твоих обстоятельств сегодня открыта для тебя. Ишуа хочет нас исцелить, но больше всего на свете в нашей жизни хочет сделать перемену, чтобы мы были целиком его, полностью его, от начала до конца. Марк описывает эту же историю, но немножко другим фокусом говорит, 5 глава, 28 стих, ибо говорила, она говорила в себе, если хотя бы к краю одежды прикоснусь, то выздоровлю. 12 лет быть отчуждением своего народа и общества. 12 лет не ходить в синагогу, 12 лет каким-то образом сообщать всем, что она нечиста. Унижение, позор, боль и все-таки надеяться. все-таки тратить финансы на исцеление. Она говорила, а мы с вами что говорим сегодня? Что мы делаем для того, чтобы получить то, что нам принадлежит по праву? Каждый из нас. Каждый. Редактор субтитров субтитров